Талант, мастерство творчества в одном пространстве. Елена Флерко, Анастасия Сорокина и Надежда Рогачева, преподаватели живописи в школах искусств и кружках нашего округа представили свои работы на выставке «Пространство творчества». Замечательная возможность показать свое творчество, встретиться с друзьями, провести прекрасный вечер в общении. И, конечно же, вот это вот пространство мы назвали пространство творчества. Сегодня мы пригласили родителей, потому что я считаю, что это очень важно, чтобы родители видели, кто обучает их детей. Хочется больше такого рода мероприятий, которые связаны непосредственно с искусством, потому что через искусство мы дарим жизнь, улыбки, мы дарим радость, чувства, эмоции. Частичку этих эмоций в картинах получат и наши бойцы. Ведь не только красоты для, но и ради важного дела провели это мероприятие. Аукцион в поддержку наших бойцов стал доброй традицией. Как сотрудничество с волонтером, руководителем регионального отделения движения «Неравнодушные добровольцы России» Олесей Иваницыной. Для проведения благотворительного аукциона предоставили три картины, написанные авторами выставки. Украшать стены госпиталя имени Вишневского, где проходят лечения наши бойцы после участия в спецоперации, теперь будут прекрасные живописные работы наших художниц. Работы очень яркие, красивые, и мы решили, что обязательно подарим их в один из госпиталей военных. Потому что часто посещая госпитали, я вижу, что ребята вешают на стены рисунки детские, письма даже, которые пишут им, они их тоже развешивают. И хотелось бы мне, чтобы картина была сзади подписана людьми, которые ее сейчас купят на аукционе с пожеланиями о скорейшем выздоровлении. И я так думаю, что мы их подарим госпиталю Вишневскому, то есть в разные отделения. Аукцион прошел успешно, и совсем скоро картины украсят стены госпиталя с пожеланиями скорейшего выздоровления и словами поддержки и благодарности всем организаторам и участникам выставки аукциона. Лилия Тимива, Александр Рожевский, Щелковское телевидение. Лилия Тимива, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.